Привет друзья, наверняка те из вас, кто активно интересуется гаджетами из Китая уже слышали об этом девайсе. Штука хоть и специфичная, но весьма интересная. Doge P1 Smart Cube это по-настоящему портативный проектор на Android. Не требует питания от сети, обладает прикольным дизайном, компактными размерами и имеет операционную систему со всеми вытекающими последствиями. Знаю, знаю, что вы будете писать в комментах, а писать вы будете дорого, 180 баксов, но ни хрена себе, да за такие деньги, да пусть идут лесом, и я с вами отчасти согласен. Да, не дешево, но вещь, как я уже сказал, специфичная. Это не настолько необходимый гаджет, как, например, смартфон. Но у каждого девайса свои задачи, и Doge P1 найдет свою аудиторию. К тому же цену формирует рынок, а конкуренты с аналогичными возможностями также стоят недешево. Итак, поставляется гаджет в цветастой коробочке, оформленной в едином стиле с самим проектором. В комплект поставки входит блок зарядного устройства на 2 А с евровилкой и плоский кабель USB-micro-USB. Начнем знакомство с визуального осмотра. Дизайн, конечно, прикольный, проектор выполнен в виде разноцветного куба. На фронтальной грани этого кубика находится объектив и логотип компании Doge. Эта грань пусть у нас будет правая. Здесь под заглушкой размещен полноценный USB-разъем, слева от которого есть отверстие с надписью RESET, в котором скрывается кнопочка для принудительной перезагрузки устройства. На левой грани видим светодиод для индикации заряда, разъем microUSB, кнопку питания и колесико для настройки резкости изображения. На верхней и на боковых гранях куба имеются отверстия, которые предназначены для охлаждения, а тут применяется активное охлаждение и вы это увидите, когда мы снимем крышку. Также эти отверстия нужны для вывода звука из встроенных динамиков, которых у этого кубика два. Весит Doge P1 241 грамм. Со школы вы все помните, что у куба все стороны равны. Длина одного ребра 62 мм и это действительно портативный проектор, буквально карманный. Он легко поместится в карман куртки или в женскую сумочку. Желтая пластиковая накладка на верхней грани крепится на защелках. Снять ее можно с помощью любой пластиковой карточки. Под ней мы видим небольшой кулер, под которым расположен радиатор. Активное охлаждение необходимо всем проекторам, потому что лампа в процессе работы прилично греется. Шум от кулера есть, но он абсолютно не раздражает и не мешает. А теперь его основные характеристики. Технология проецирования DLP. Разрешение 854 на 480. Яркость 70 люмен. Контрастность 800 к 1. Источник света LED-лампа OSRAM. Операционная система Android 4.4. Процессор 4-ядерный с частотой 1,5 ГГц. Память 8 ГБ встроенной и 1 ГБ оперативной. Беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Емкость встроенной батареи 4800 мАч. Первый вопрос, возникающий в голове пользователя, включившего это устройство, как этим управлять. Да точно так же, как и любым TV-боксом на Android. Можно подключить обычную мышь. Можно использовать клавиатуру. А можно задействовать пульт с функционалом воздушной мыши. Если разъемов USB и microUSB недостаточно, используем любой USB-хаб и таким образом увеличиваем количество свободных портов. Как вы уже поняли, внутри у нас предустановлен Android 4.4 KitKat. Версия операционки, конечно, не первой свежести, но для тех задач, для которых обычно используют проекторы, это не так уже критично. На борту уже есть Play Market и ничто не мешает вам устанавливать разные плееры для воспроизведения видео и музыки, программы для чтения документов любых форматов и прочие приложения. В настройках есть опция для получения беспроводных обновлений прошивки, но самих обновлений для этого кубика пока нет и, честно говоря, я сомневаюсь, что они будут выходить. Ни AIDA64, ни Antutu не показали, какой именно здесь используется процессор, но характеристики его отображаются и этого достаточно для понимания производительности. Получаем 4-ядерный 32-битный процесс с максимальной частотой 1,5 ГГц и видеоускорителем Mali-450MP. Из 1 ГБ оперативной памяти примерно половина остается свободной. Из 8 ГБ встроенной памяти под нужды пользователя отведено 5 ГБ. В тесте Antutu проектор Doge P1 набирает около 20 000 баллов. Внешние диски к проектору подключать можно, но нужно быть готовыми к тому, что емкие диски могут потребовать дополнительного питания. Мой трансцент на 250 ГБ завелся и работает в связке с проектором без проблем. Теперь о главном, о качестве изображения. Я небольшой спец в проекторах, так что сравнивать мне особо не с чем, поэтому просто поделюсь впечатлениями от увиденного. Для начала попробуем спроецировать изображение в дневное время суток. За окном сейчас разгар дня после обеденное время, комната зашторена. Специального экрана у меня нет, поэтому в его качестве я буду использовать обычную белую ткань, закрепленную на стене. В данный момент проектор расположен на удалении 1,7 метра от экрана. Как видим, изображение проецируется не очень контрастное, но вся информация на нашем импровизированном экране все-таки вполне читаема. Вот так, например, в дневное время выглядят слайды типичной презентации. Кстати, программка Kingsoft Office для чтения различных документов уже предустановлена. На мерцание не обращайте внимания, это особенность съемки видеокамеры, в реальности никаких мерцаний нет. Ну и посмотрим, как проецируется видео в дневное время в зашторенном помещении. Смотреть можно, но опять же не хватает контрастности, что и понятно, чем больше света в помещении, тем менее контрастным будет изображение. Это общее правило для всех проекторов. Во всей красе картинка с этого проектора предстает перед нами в темноте. Да, разрешение он выдает не очень большое, но изображение вполне смотрибельно. Оптимальным расстоянием до экрана я бы назвал дистанцию 1,5-2 метра. Сейчас проектор находится в 2 метрах от стены. При таких условиях мы получаем картинку высотой 1 метр 20 сантиметров по ширине и 70 сантиметров по высоте. Диагональ равна 1 метр 40 сантиметров, что соответствует 55 дюймам. На расстоянии 1,5 метра до стены картинка ожидаемо становится еще более четкой. Но диагональ, как вы понимаете, уменьшается и составляет уже 110 сантиметров или 43 дюйма. Ну и давайте установим наш кубик в 3 метрах от стены. Получаем 2-х метровую диагональ, что соответствует 79 дюймам. Четкость, конечно, уже не та, но посмотреть, например, фильм вполне можно. Как видите, моего самодельного экрана уже не хватает и картинка слева выходит за его границы, проецируясь на обои. Ну, реальное изображение огромное и занимает чуть ли не всю стену. Встроенные динамики выдают 1,2 ватта. Звук громкий, значительно громче, чем на приличных смартфонах, и его качества вполне достаточно для просмотра фильмов в компании. Чтобы вы понимали, продемонстрирую максимальную громкость проектора в сравнении со смартфоном Xiaomi Redmi 3. Ну, а если вы хотите, например, запустить клипы и устроить танцы где-нибудь на даче в стиле ночного open-air, можно подключить более серьезную акустику через Bluetooth. Производительности хватает для того, чтобы воспроизводить видео в качестве HD и Full HD. Видео 4К этот кубик, естественно, не потянет. Вообще, основное назначение таких устройств – это воспроизведение мультимедийного контента и демонстрация презентации, но наличие Android позволяет и браузер вывести на стену, и YouTube, и даже в игры побаловаться. Естественно, в игры есть смысл играть только с джойстиком. Но все равно это будет лишь баловство, да и железо здесь далеко не игровое. При подключении к Wi-Fi, Doogee Pay 1 предлагает скачать и установить приложение, которое позволяет вам управлять проектором непосредственно со своего смартфона. Также проектор поддерживает все популярные технологии вывода изображения с мобильных устройств и передачи контента. Я имею в виду Miracast, AirPlay и DLNA. Например, запускаем приложение Miracast на проекторе, на смартфоне включаем функцию Wi-Fi Display и сопрягаем смарт с проектором. Через несколько секунд проектор начинает ретранслировать все, что происходит на экране смартфона. Полезная фишка, которой всегда можно найти применение. Например, вы хотите посмотреть YouTube в походе всей компании. Точки Wi-Fi, естественно, нет, но есть мобильный интернет в телефоне. Коннектим смарт-проектору через Miracast и смотрим YouTube всей движухой. Наличие собственной батареи – весомый плюс. Емкости 4800 мАч хватает примерно на 3 часа непрерывной работы проектора. Но если взять с собой пауэрбанк, то вообще проблем не будет. Кстати, Doogee Pay 1 смарт-куб и сам может служить в качестве пауэрбанка, но с другими девайсами он делится энергией только во включенном состоянии, поэтому банк из него получается не очень эффективный. Согласитесь, вещь прикольная. Да, не дешево, да, не всем это нужно, но есть пользователи, которые были бы не прочь обзавестись таким ультрапортативным и полностью самодостаточным проектором. На мой взгляд, аудитория Doogee Pay 1 – это люди, которые часто проводят презентации и лекции там, где обычно нет проекторов или даже нет электричества. Это маркетологи, организаторы различных тренингов и, конечно же, просто продвинутые пользователи, которые хотят иметь красивый и мобильный проектор для использования за пределами дома. Для просмотра мультимедийного контента на даче, в походе с ночевкой, в дороге и так далее. В общем, все те, кому важно достать устройство из рюкзака или кармана, включить его и сразу начать трансляцию. Ну и, конечно, им можно понтануться перед корешами. Ну а чё, купили семки, сели на карты в подъезде, навели проектор на стену и запустили с флешки кинчики или прикольные видосы. Нормальный такой понт, пацанчики оценят. Ну а чисто для дома, для стационарного использования, я бы, конечно, рекомендовал более мощные проекторы, которые хоть и не являются портативными, зато способны выдавать более качественное по всем параметрам изображение. И на этом все. Самые новые и интересные гаджеты у меня всегда припасены. Свежие обзоры будут совсем скоро. Не теряйтесь. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!